А кто там внутри сидит, чтобы мне их стол не залить? Это пластик дом. Ну, можно, блюдки кухненькие сидят, даже перешешки что-то переставилось, или пора ее. Дом ее вообще влак, меня под краном ее и особо не целено. Уже все началось вот так, ну, я ее только успела соблюдать. Видите, пора вас ее уже залила. А их надо вот так размывать, да? Ну, не знаю, как надо, я делаю так. Просто я не люблю бутылку. Нет, вот раскушиваю, не очень люблю. Зачем? Нет, я считаю, что вот так тоже сравнение цепей швучки, там, листочки. Пока у меня смертности не было, потому что совсем взяли, все ездили. Это слабенькие, могут помереть. Но выживаемость у меня хорошая. 90% точно. Сейчас скажу, что все сделают. Сгласен, конечно, послужим. Говорите, в час добрый. Говорите, в час добрый. В час добрый рыбий на 100%. 100%. Мне показалось сложный шилеран, потому что у нее очень нежные листочки. Они на второй день стали скукоживаться, подсушиваться кончики. Ее надо обязательно в тепличку под крышечку. Но потом наросли хорошие новые листочки. Это у меня заняло примерно так, чтобы они совсем старые отвалились. И они таким же, когда распит 1,7, год. Наросли, не год. Мы умываем сейчас вот эту питательную среду, чтобы крышечки освободились. И они смогли свободно оттуда вылезать. Я сначала думала, что фласки, а после не стереться вот это будет. Вообще, я думала, фласки будут такие вот, знаете, как? Идем. Бутылки. Бутылки такие. Блинные. Они разные. Они разные бывают. Они разные. Бутылки такие, например, в виде бутылка. Первая пошла. Ой, какой. Можете стереть, она сделала все важное, пожалуйста. Кидать вперед, я буду складывать. Мы должны ученицы освободить вот именно вот питательные следы, которые иногда там остаются, прилипшие. Вот питательные следы, ее надо все сменить, иначе там будет. То есть, у нас есть бутылки возродиться. Ну, я это дома, знаете, так аккуратненько беру. Пинцетикам могу какой-то лепесточек снять, который уже вот разложился. Но сильно их тоже, знаете, не линчую. Оля, вот эти поджелтевшие корни, скорее всего, здесь все, да? В принципе. В дальнейшем. Я об этом не думаю, она сама думает, все они уникли или не все. Если он все, он высохнет и отвалится. В общем, я такое уж прям скрикулезное сейчас здесь не буду делать. Вот здесь вот есть, например, темная попка. Многие пугаются. Ой, у него темная попка. Это гниль. Нет, не гниль. Ну, покрашивалась эта попка от угля, которыми вы питательные следили. И все. Ничего страшного нет. Небольшие сами. Я тут, конечно, выскативать не могу. Я тут потихонечку выставать. А декоративные помогают очищать. Как мы? Это самое равное. Это поможет. Ой, пустите. Это классик долг. Растеню. Садись, да? И спустим, там очищаем. Когда они начинают там распутываться, я потихонечку. Растаем. Вот еще и не приходится убить классик. Жирненькие такие толстенькие, упругие. Они могут через два дня потерять тугородку. Это бояться не нужно. Он потом восстанавливается. Мы к своим посадим тепличку такую для рассады. И будем мы просто иногда отливать крышечку, чтобы они подышали. Первые несколько дней я пристально за ними наблюдаю, чтобы не забыть там полить, как мог высыхать. Иногда в одном стаканчике я поклотнее сделаю, но в другом стаканчике поменьше. И один стаканчик просохнет быстрее, а второй, например, будет еще более влажный. Поэтому иногда подхожу, смотрю, кого подпрыснуть нужно. Мок должен быть слегка у них влажный или не так? Мок должен быть таким. Если вы возьмете, например, мокрый, вы берете в кулак, сильно-сильно отжимаете, то вот такой он должен быть. Попробуйте. После полива мок должен быть слегка влажный, не мокрый, не сухой, слегка влажный. Думаю, что не капало. Чтобы не капало. Нет, как-то точно не капало. Почему азиаты накручивают мок плотную на своей горшке? Он в сжатом состоянии вбирает в себя меньше воды, чем если он лежит рыхло и вырублено поливо, он может много в себя набрать. Растение может что-то не выпить, начнет вырубить. Все. Бутылочку там уже... Пригодится. Продолжение? Да, помыться, надо чистить, а я продолжу. Потом проверить, что там у меня. Всем знакомое устройство. Да. Сюда помещается 12 тенец. Иногда я их убираю, эти кассеты, и сажаю просто в обычные пластиковые стаканчики маленькие. Там у них 50-100 грамм. И вот сюда вот это наставляю. Таким образом, получается немножечко побольше. Еще бывает срезаю из этого стаканчика. Ну, после рисования взяла, вот такой, да? Если у стаканчика срезать вот эту ободорку, то их поместится еще больше. Или они будут стоять просто, ну, получше. Потому что вот эта вот жесткая, она не всегда дает их нормально разместить. А чем плотнее, тем лучше. Когда я рассаживала морковь, я вообще их посадила в коммуновку, так сказать. Я взяла тоже квадратный, к сожалению, принесла показать. Ну, такую штуку, квадратный побольше. И что я делала? У меня, кстати, в группе есть видео. Очень удобно. Я в этот стаканчик укладывала молок. Вот так. Укладывала морковки вот таким образом. Покрывала опять их хм-ху. Укладывала следующую партию. Так они у меня занимали очень мало места. И им было комфортно расти скучно. Так они ее провели, наверное, месяц. Потом я их просадила по индивидуальным стаканчикам. С фаленоксами я так не делаю. Ну, они потому что много места, что ли, занимают. И вне взгляд. Смотрите, что мы сейчас делаем. Клубок. Клубок. Клубоксинец. 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 Чистый. И вокруг корней. Клубоксинец закручиваем. Честно, я люблю поплотнее. Мне лучше, знаете, я когда поливаю с пульверизатором, с таким компом, подойду, пшитну сверху чуть-чуть. И все это растягивается. Когда мне нет времени пшикать под каждую голову, я просто наливаю водички. Они сами снизу подтягивают себе. И обмис наливаю. И все. Вы в стаканчике делаете, да, дырочку на дне? На дне ножницы маникурными за дырочку. Все. В целях экономии можно по два сажать. Два сиенца не сильно там перекрутятся. А на данном этапе разница между морковкой и полиноксисами? Есть какая-то там влажность? В принципе, сейчас у них будет одинаковое условие. Морковки тугу не теряют, например. А полиноксисы, они все-таки листочки, но сейчас вот они жесткие, потом они немножечко тугу теряют. А вот вы скажите, пожалуйста, мне как раз пришел пластик долг, то есть сиенец, но он уже, ну, типа адаптированный. Но он у меня вот гораздо хуже, чем у вас сейчас выглядит. У меня тоже. Мама сейчас может такие станет. И у него листик один, у него три листика, один листик начал вот так вот немножечко вот такой вот... Подсушиваться полбеды, это другой. А вот один, он как бы немножко мягчеет вот так вот и темнеет свет у него, то есть он как будто бы подокрел, что ли, или подмерз, или что-то вот с ним не то. Без наличия его, мне сложно сказать, поэтому, скорее всего, просто листик засыхает. Как турбург потерял, он начинает дальше засыхать. Он не засыхает, а он темнеет. Вот один листик засыхает, это видно прямо сразу, а другой темнеет и мягчеет. Вот я его срезала и промазала по сгибу зеленкой. Вот это я правильно сделала или нет? Потому что я сначала срезала чуть-чуть, промазала, смотрю, он дальше пошел. То есть мне главное, чтобы он не дошел до злования. А чем лучше провязать? Потому что он децидим, как шумил. Я низко, когда срезаю, я максимум мажу. А максимум? Потому что он подсушивает хорошо. Он подсушивает и от гнили, если есть там какие-то болячки, то есть он дезинфицирует, то это вообще ничего. Ничего. Скоро, не лучше, если он просто конец присоединится. Можно кто-то хочет присоединиться, пожалуйста, попробуйте. Мастер-класс. Воду кто-то добавляет, там, HB-101. Ещё какие-то там, не знаю, помогатели, стимуляторы ещё такое. Я, честно, как мне похоронить, я не профессионал, у меня нет никакой теплицы, где выращиваю. Я любитель. Любитель. И чисто на своем опыте, или там опыте коллег, когда мы собираемся на нашей встрече, тоже так же спрашиваю, экспериментирую. Сегодня тоже спросила вот у Ольги, которая у нас дает всякую химию для орхидей, спросила, чем она хормит в этой химице. Она мне сказала препарат, я его купила и буду пробовать литопластик долго. Что за препарат? Какой-то орхидит, по-моему, называется. А, орхидит? Витаминный, да. А, мне не встать. Владимир Маркин сказал, что он подкармливает их нитрофоской. Нитрофоской? Да. Это тоже я попробую. Я разделю группу. Одних буду кормить орхидитом, других буду кормить нитрофоской. И посмотрю, да. Кормить начну, конечно же, не прямо сразу, когда увижу, что они тронулись в рост, перешочки появились. Кстати, в стаканчиках чем удобнее, что мы видим там движение какое-то. Да, начали корешочки расти или не начали. Больше муха или хватит? Меньше. И вот он поплотнее, он сожмёт. И шейку чуть-чуть повыше. Повыше. Этим всем я занимаюсь вечером. Доложу всех идти спать. Беру, разрываю, запутываю, заворачиваю, медитирую вообще. То есть шея должна что-то торчать, из-за этого муха? Я сильно ее закрепляю, потому что мне надо ее видеть. Это пластичная, да? То есть вы их жимаете без страха. О, нет, но если они ломаются, я без паники, нет паники. У меня новая из Победы Ярова велись. Новая. Что-то ставится так себе. Ой, интересно, займите. Я опоздала. Как же у вас я опоздала. Интересно, как это. А мол влажный, да? Мол влажный, отжатый сильно. А что за фаленопсис? Что за фаленопсис? Пластик дома. Они у вас не продаются? Синцы? После мастер-пасса можно будет купить. А сколько стоит? А я потом скажу. Потому что я хочу пластик дома. Это хорошее уже мягкое. Это полиномка. Это полиномка. Пластик дома. Может быть, этих маленьких. Пластик дома. Да, маленьких можно вместе писать. Да. Куколка. Они как свекла в сметане. Да, они очень интересные. И вам интересно. Да. Мол влажный, как свекла в сметане. Точно, точно. Да, как свекла со сметаной. Да. Здесь у вас есть дом и детишка. Дом и детишка. Где детишка? Вот. Ну, вот, смотрите. В зависимости, как интенсивно их будут. На фермах же их кормят так, что они там за год уже, да, это. У них светит. Светит. Вентиляция. Смотря какие кроссы. Галлоны. Все зависит от гибрида, от генетики, смотря какие кроссы. Да, точно, да. Поэтому сказать вот так вот точно, сколько им будут светения. Я их ставлю под подсветку. Балка где-то вот на таком расстоянии находится. Вот такие штуки прям. Вот так вот рядами ставлю. Вентилятор на них направляю. Ой, Оля, так вот не скрывается. Есть специальная штука. Они у меня закрыты несколько дней стоят. Ольга, открываю. С пророкатой пластиковой штучкой вы ее сразу закрываете. То есть у них получается реальная тепличка. Да, это и есть. Домида, тепличка такая. Товарищи берутся вместе, да, кстати. А вот этот маленький. Вот он дома каллики. Каллики. Пластик долг, кстати. Это будет же видео-лис в группе у тебя, да? Угу. Ну там мы посмотрим, да. Да, вот группа. Планета Архидея. Планета Архидея. Знаешь, вам лизы. Планета Архидея. А, ой. Планета Архидея будет или в больших гибридах фулинопсицах? И там, и там. Организатор выставки Планета Архидея. Нет, мне по группе будет видео, чтобы она котлеты будет рассаживать. Так, я их лапах выдала. А у вас там ворота стоит поминать? Нет. Вот, интересный вопрос. У меня время. А у вас остались еще... Извиняем. У меня фильмей театр. Там несколько человек уже начался. Да. То есть там можно мне слезть, да, это бы сообщение. А можно прям Марине написать? Она скажет, что осталось. Да. Потому что я Марине сказала про афериалов, но это по-русски, может, уже по-русски. Да, афериалов закончилась. Фотография. Я слазила. Она его есть, да. Давайте, нафрытый сначала, да. Смотрите, где она проспективная, да? Какой ухудшалок, с которой проспекулировали. Аптекарский огород, да? А бутылку, кстати, я дам Ольге Зайновой, которая делает в этих бутылках замечательные флорариумы. С менее, такими растениями, даже если я не знаю, как выживаются. Нет, наверное, что я не вижу, так, в сожалению, на предыдущих бластикдолах. А где ножки? Просто вот кто-то спрашивал по поводу того, что лист темнеет. Если это не гни, то у бластикдола в норме, с летом, начинается темная пигментация. То есть они становятся фиолетовыми. Это нормально. Нет, мне там немножко мягко. А если он гниет, то гниет. То есть он может подвять и при этом стать фиолетовым. Если слишком много света и мало воды, там пропускаете какие-то поливы, например. Или он корни не наращивает по каким-то причинам. Но это нужно отличать от гнили просто. Гниль, она... Смотрите, на несколько дней я буду накрывать вот этой крышечкой. Обратите внимание, что здесь доступ воздуха есть. Он предусмотрен производителям. Вот здесь такие шелточки. Да. Для того, чтобы они подышали и привыкали к нашему воздуху. И лампу, да? Я буду накрывать. А вот она где-то на сантиметре, не знаю, 15-20 находится. Вот скрывать. Не подышу. Их обратно закрою. А сколько? Ну, это 15. Или как вспомнилось. Я смотрю на их внешний вид. Если, мне кажется, нужны влажности немножко, я еще делаю вот так. Видно, опрыскивайте. А взяла Марина Богданова? Я вот сюда опрыскиваю прям капельки мелкодисперсные на поверхности задерживаю. Я раз и накрыла. И млажен там. Хорошо. Вот и все. Чем больше проходит нити, на дольше я их оставляю. Я не веду никакие графики, никакие записи. На 15 минут. Теперь на 16. Это ерундой я не занимаюсь. Они и так себя прекрасно чувствуют. Я говорю, мне только вот, я испугалась прям за шеверану, когда я первый раз раз мыла. Такие нежные листочки. Они вот до половины засохли. И просто вот были сухие, что я просто барабан как отрывала. И они такие как обрубленные сидели у меня. То есть продаваться их было нельзя. Я думаю, ну ладно, что теперь. Будет у меня, знаешь, 15 шеверан. И они у меня росли, росли. Я даже как-то в том году вот зимой участвовала в конкурсе. Может быть, если кто-то видел, такая круглая фотография, такие пятнистые листья. Вот такие вот частики выложила, да, в конкурсе сейчас было. Вот это они у меня были. Ну, такая вещь сложная. Ну, все нормально, все нормально. Завтра подошла, у меня сидит такую голову на бок, шевер гнила. Я не могу даже ничего сделать. Все, она просто вся гнила, так понимаешь, и она откаливается. То есть из 15 у меня там через год осталось, наверное, что-то 7-8. Самые здоровые, самые крепкие на выступке мы у меня купили. Потому что я уже напомню, и дальше растем. У меня есть одна большая моя, и все, мне этого достаточно. Больше, пока что, шеверан, сладкий не рискую, но может быть, когда-нибудь. Но баттерфляи, они, баттерфляи, они классные, серебристые, да. Пластик дома, мне кажется, не знаю, у кого-то я видела тоже в контакте, что подсыхают, подсыхают вот эти листья. У меня нет, у меня нет, у меня нет, и довольно борза он растет. Вот хочу сказать, борза растет. Но я вот на этих прям вот оставлю их так, либо пересажу их для наблюдения в... Ну, прям я буду вот так, знаете, это перевалка, вот так вот, так сказать, в стаканчик 50-граммовый засовывать, и в эти же штучки засуну, это украсть, режу, потому что иначе они не поместятся сюда. Сюда же обратно их попихаю, и все, они будут жить здесь. На одной напишу «Орхивит», на другой напишу «Нитропоска», и буду за ними смотреть, наблюдать, если вообще сейчас их не разберут. Мы разберем. А вот эта штучка, это магазинная, да, она... «Леруа Мерлен», «Обер», «Леруа Мерлен», «Обер», «Леруа Мерлен», «Ага», «Рассад». «Леруа Мерлен», «Рассад», «Леруа Мерлен», «Рассад». Да, для «Рассад». Они, даже, по-моему, есть побольше, которые вставляются вот так. Раз, два, три штуки. У меня и такие есть. Потому что, если это морковьки, фласка, да, там целый строй нужен. Как часто потом грунт меняешь у них? Когда первая пересадка, то есть засаляется, он не засаляется? Ну, уже мы практически их не подкормим. Поливаю я, у меня вода из осмоса. Чистый осмос или сезапрение? Я могу подсаливать чуть-чуть, прям, чтобы она была не 6 ppm, а там 50 где-то. Каждый полив? Каждый полив, потому что все равно что-то же должно попадать. Но нет, подсаливать – это… Добавлять удобрения. Добавлять удобрения. Обычное удобрение, для классичных, а обычное можно нормальную концентрацию? Маленькую, прям маленькую-маленькую концентрацию должно быть. Ну, у меня, честно, по поводу удобрения в лася тоже стоит вопрос. Я здесь пока не знаю, пытаюсь что-то прочитать не на российских сайтах, а на зарубежных каких-то. Пользуюсь гугл-переводчиком, интересный опыт. Очень часто читаю, что они сажают их все вместе, советуют. Надо сажать все вместе, не по раздельности. Хотя мне удобно по раздельности, когда я каждую могу достать, посмотреть, что с ним. Поработать с ним, что-то там помажить ему. Поговорить с ним. А зачем все вместе? Может быть, там какой-то гриб они подсаживают? Они вместе создают микро-климат, если только так. Да, но здесь они тоже, можно сказать, все вместе. Сейчас же модно грибы всякие еще подсаживать, всякую микоризу. Микоризу я не знаю, ничего. Вот сейчас буду орхидит делать. HB, да, добавляю полив, HB-101. Одну капу, две капу на литр. То есть у меня, знаете, так все, что услышала, прочитала, порекомендовала, попробовать надо. Да, я понимаю. Потому что на как? Мне человек сказал, мне нужно свой опыт на этом привести. Поэтому я их мучаю, как ваборатория. В принципе, вы можете взять мой телефон, какие-то вопросы обращаться. Что я знаю, в чем же опыт я сводку-то получила, я всегда поделюсь. Добавляйтесь в группу, это время HB-группы. Да, там будет группа написанная, но в WhatsApp. Лучше писать в WhatsApp, там у меня более оперативная связь. По телефону я не всегда могу поговорить. Это очень удобно. В WhatsApp удобно. В WhatsApp удобно, да. Группка тоже удобно. Такие хорошенькие. Так продавать-то будете? Буду.